Перемирия нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет о нарушении договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Договоренности по Пашиняну, конечно, нарушает Азербайджан. В Баку же говорят о том, что Ереван атаковал гражданские поселения и нарушил режим прекращения огня. То и дело, из зоны конфликта приходят сообщения об обстрелах и жертвах, в том числе среди мирных жителей. Я приветствую телезрителей Дождя. Мы находимся в Тер-Терре. Мы опять сюда приехали. Это единственная пока точка, куда пускают журналистов работать. В городе почти нет, я напомню, населения. Тут редкие жители попадаются на улицах. Все в основном выехали глубже в Азербайджан. И вот вы можете слышать раскаты. Происходят бои. Как нам говорят местные, что это происходит ближе к селу Талыш. И сюда в том числе регулярно прилетают различные снаряды. Но вот сейчас я вот только слышу раскаты и залпов, и входящих ракет где-то около села Талыш. Ну вот это подтверждение, что боевые действия в Карабахе не закончились, потому что в Тер-Терре час назад попали в дом. Очень похоже на попадание системы ГРАД. Но гарантировать не могу, но вы умеете какое серьезное разрушение. Попали в многоэтажку, пять этажей. В общем, ситуация тут, в Тер-Терре, продолжает быть напряженной. Встречаются вот такие по дороге воронки. Вот, например, ракета попала час назад сюда. Вот только-только сюда приехали местные жители и журналисты для того, чтобы посмотреть. Ну и в том числе, конечно же, местные зеваки. Люди в селах, которые граничат с линией прикосновения, уже сами приспосабливаются к военным действиям и делают свои такие бомбоубежища из мешков с песком. И вот вы можете видеть, что тут есть даже небольшой проход. Человек, видимо, успевает забежать сюда и лечь. Война, как вы слышите, на заднем плане не прекращается. И все равно и выстрелы с азербайджанской стороны, и обстрелы с стороны непризнанной республики Нагорный Карабах продолжаются ежесекундно. Это был Василий Полонский, наш коллега, который работает с азербайджанской стороны. Вот он показывал, как война продолжается там. Для нас очень важно, чтобы журналисты чувствовали себя в безопасности. Но это совершенно невозможно. Невозможно это обеспечить. И, конечно, в Москве мы все тревожимся за Василия. Сейчас посмотрим, что происходит на другой стороне баррикад. Александр Черных, специальный корреспондент коммерсанта, выходит с нами на прямую связь. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Вы находитесь где сейчас? Я сейчас вернулся в Степанакерт. Это столица непризнанной Нагорной Карабахской республики. Слышно ли меня? Да-да-да, прекрасно слышно. Расскажите, что в Степанакерте происходит. И если я могу судить по каким-то обрывочным сообщениям с обеих сторон, перестрелки взаимные. То есть у Вас там, наверное, тоже непросто. Смотрите, ну, Степанакерт последние дни довольно мирный. То есть здесь периодически громыхает. Вот я буквально несколько минут назад выглянул в окно отеля и увидел, как взлетают какие-то яркие такие трассирующие то ли ракеты, то ли что-то подобное. Но вот мы отъехали сегодня с несколькими коллегами, отъехали в город Мордакерт. Это примерно 50 километров. Это уже самая граница вот с азербайджанской стороной. Там действительно идут бои, совершенно не прекращаясь. Было очень трудно найти водителя, который готов туда ехать. Было очень трудно вообще туда пробраться. До Мордакерта есть такая дорога прямая. Там где-то, наверное, минут 40 по ней можно ехать всего лишь до города. Но она бесконечно обстреливается. Ни один водитель не соглашается по ней ехать. Мы нашли человека, который был готов везти нас в объезд. Это заняло где-то более трех часов. Уже с середины этой дороги мы видели, как едут такие колонны с грузовиков, с боеприпасами. Как едут колонны с какими-то такими зенитными орудиями. Видели сгоревшую военную технику на обочине. Когда мы добрались до Мордакерта, там бесконечно совершенно громыхала канонада с двух сторон, что называется и входящая, и исходящая. Сам город, мы пробрались буквально на самые его окраины. Водитель отказался дальше ехать. Там действительно, возможно, где-то еще укрываются люди. Но на улицах никого нет. Дома разбомблены. Громыхает буквально над головой. При этом не видно, куда падают снаряды, куда падают ракеты. От этого, честно говоря, еще страшнее. Вот примерно там мы провели минут 15. После чего водитель потребовал ехать обратно. Мы пообщались с ополченцами, с добровольцами, вернее, которые там находятся. Они подтвердили, что действительно, по их словам, не прекращалось все это время, все это время не прекращались обстрелы. Как они выражаются в основном, по нам работают градами. Совсем молодые парни, честно говоря, вот от этого становится просто жутко, когда видишь, что люди 23-25 лет находятся, ну, действительно, на линии фронта. Александр, скажите, а в самом Степанакерте наблюдаете ли вы панику? Как вообще люди там себя ощущают? Значит, убежали ли все уже куда-то в направлении центра, в направлении Армении? Или какие настроения? Ну, вообще, вот как раз с момента перемирия, последние пару дней... Как называемого перемирия? Именно в Степанакерте, ну, как бы официально объявленного гуманитарного перемирия, да. Последние несколько дней в Степанакерте, наоборот, стало действительно... Люди начали выходить из подвалов, где они находились все это время. Я не думаю, что люди возвращаются в город, те, кто из него уехал, но на улицах действительно стали хотя бы ходить люди. Несколько магазинов уже открылись. Но при этом периодически в городе врубается сирена, периодически громыхает где-то рядом. Вот, опять же, там буквально несколько минут назад снова было несколько разрывов. Но, тем не менее, здесь уже по местным меркам такая мирная жизнь относительно. Рядом в Шуши люди еще не выходят из подвалов. Дальше уже водители боятся везти, честно говоря. Что происходит дальше, мы знаем только по истории с Степанакертом. Редактор субтитров А.Семкин